Когда вы пленяете свои мысли, вы пленяете реальность, вы пленяете материю в послушании Христу. Доктор Каролайн Лив, патолог коммуникации, когнитивный нейробиолог, библейский и научный эксперт по мышлению. Передняя часть мозга располагается от макушки до середины бровей. Наука о мозге — это так просто! С большим энтузиазмом ее вновь и вновь приглашали на программу «Славцы Господа». Это мозг Норы, потому что он розовый. Не слишком большой. На самом деле ваш мозг размером с два кулака. Мой мозг не такой огромный. Ее дар — помочь вам осознать связь между вашим мышлением и вашим телом. 30 секунд ваш разум и мозг находятся в таком высокоинтеллектуальном состоянии, что Бог может творить в вас чудеса. Более 20 лет она изучает науку мысли и раскрывает тайны мозга. У нас есть способность всматриваться в мысли, либо отступить и наблюдать за ними. Она открывает связь между наукой о мозге и вашими эмоциями, и вашим интеллектом. То, как вы справляетесь с жизнью, определит то, как вы ее проживете. У вашего мозга огромный нераскрытый потенциал. Вот тогда вы увидите перемены, фокусируетесь на Божьем слове постоянно. Вы можете обновить свое мышление. Вы можете разрушить круг токсичного мышления. Вы не жертва своей биологии. Вы можете контролировать все своими решениями. Теперь в своей собственной программе она покажет, как контролировать свои мысли. Добро пожаловать на программу «Включите свой мозг» с доктором Каролайн Лив. У нас есть невероятный мозг, который Бог сотворил для нас. Передняя часть мозга создана, чтобы мы могли посмотреть на себя со стороны и понаблюдать за своим мышлением. Божий дизайн мозга дает нам способность пленять свои мысли. Мы можем отступить за рамки своего «я» и понаблюдать за своим мышлением, сфокусировать внимание на той части, для которой нужно провести детокс и сделать это. Представьте, что вы стоите на стадионе, где находятся десятки тысяч людей. У вас в руках камера. Вы фокусируетесь, приближаете одно лицо, и это лицо появляется на экране. Затем приближаете другое, и оно также появляется на экране. Именно это мы можем делать. У нас есть преимущество мультиперспективы. Мы можем взглянуть на все эти мысли и сказать «Боже, помоги мне, покажи над чем мне поработать». Смотреть со стороны — это очень мощная способность, потому что вы можете не реагировать на ситуацию. Уметь так делать — это дар от Бога. Это первый шаг, который нужно сделать, чтобы взять под контроль поведение своих мыслей. У вас есть способность пленить все свои мысли. Когда мы мыслим, мы выбираем. Когда мы выбираем, мы меняем свой мозг. Потом мы живем согласно тому, что создали внутри своего мозга. Все, что вы говорите и делаете вначале, было мыслью в вашей голове. Во 2 Коринфянам 10 главе, 5 стихе, есть инструкция. «Пленяйте все помышления в послушание Христу». Это не опция, это инструкция. Бог не хочет, чтобы мысли в вашем мозге жили хаотично. Бог дал нам физическое тело, чтобы оно сообщало вам, когда ваш разум выходит из согласования с Великим Творцом и начинает свои собственные глупые размышления, которые повлияют на ваше тело. Бог милостиво дал нам физическое тело, чтобы оно помогало нам осознать. Наша жизнь всегда выражает собой результат основных наших мыслей. Сюрин Киркегард Итак, Бог говорит нам пленять все свои мысли в послушании Иисусу Христу. И я не придумываю, я цитирую Писание, которое вы все знаете. «Пленяйте свои мысли». Вы созданы так, чтобы уметь абстрагироваться. Передняя часть мозга начинается там, где я кладу на макушку руку, и заканчивается над бровями. Видите, наука о мозге так проста. Это передняя часть вашего мозга. Благодаря ей вы способны отстраниться от себя. Мы нейропластики. Нейро значит мозг, а пластик значит менять. Мы созданы, чтобы менять свой мозг. Минута за минутой, каждый день вы переделываете ландшафт своего мозга. Вы меняете свой мозг, вы контролируете его. А не мозг контролирует вас. Мир говорит иначе. Мир говорит, что вы жертва своей биологии. Но мы не жертва своей биологии. Мы победили и завоевали события и обстоятельства нашей жизни. Аминь. У нас есть феноменальная способность выйти за рамки себя и понаблюдать за своим мышлением, за своими словами и за своими поступками. У нас есть невероятная передняя часть мозга. Бог создал ее таким уникальным образом, чтобы мы могли смотреть на себя со стороны. Вы это по-прежнему вы, но вы смотрите то, как вы реагируете. Вы знаете, что будете чувствовать, и вы знаете, как поведут себя собеседники. Но все равно делайте это, наблюдая за собой. Мы можем действовать в том, что я в шутку называю преимущество множественной личности. Мы можем наблюдать за зелеными деревьями, и говоря это, я имею в виду здоровые мысли. И мы можем наблюдать за токсичными, похожими на черные деревья. Мы можем наблюдать за этими мыслями прямо в своем разуме. Когда мы это делаем, мы пленяем свои мысли. Мы можем решить, это плохая мысль, я не буду ее думать. Все это работа разума. Вы можете сказать, вот что говорит Божье Слово, и чтобы вы не сделали, вы можете обратиться к Писанию, и увидев негативную мысль, начать работать над ней. Ученые обнаружили, что ваша передняя часть мозга создана так, чтобы давать вам способность абстрагироваться от себя и понаблюдать за своими мыслями. Вы созданы, чтобы своим разумом выйти за рамки своего «я», посмотреть на свои мысли и вглядеться в одну из них. Вы можете выбрать, в какую именно мысль углубиться, и можете выбрать, над какой поработать. Либо вы можете выбрать, вступить в согласие со Святым Духом и сказать, Дух Святой, вот проблема в моей жизни, вот проблема этого момента, и что мне делать? Вы можете углубиться в любую мысль и позволить Святому Духу вести и направлять вас. Либо вы можете ныть, жаловаться, фокусироваться на негативе и выращивать в себе негатив. Если вы хотите негатива, если вступили в зону страха, не послушали Бога, не послушали интуицию вашего Духа, и решили ныть, жаловаться, завидовать, ревновать, отчаиваться, раздражаться, жалеть себя и разочаровываться, чтобы это ни было сигнал, который вы генерируете, неправилен. Он ударит по белкам на микроуровне. Он похож на маленький светофор, управляющий всеми процессами в вашем мозге, и он может начать разрушаться. Представьте развилку железных дорог. Поезда ходят о сигналы, регулируют их. Вы, наверное, видели такие перекрестки путей, где они расходятся в разных направлениях. Если с управлением поезда что-то пойдет не так, он пролетит мимо сигналов и разобьется. То же самое делаем мы, когда вступаем в зону негатива. Мы даем неправильные указания своим поездам, и белки начинают разрушаться. Они начинают образовывать клубки нейроволокон, которые невозможно распутать. Во время принятия решений вместо выработки белых кровяных клеток кровь выпускает все иммунные факторы. Из них слишком много тех, кто вызывает воспаление, и мало тех, кто контролирует воспаление. Все идет не так, как должно идти на самом деле. В тот момент, когда вы вступаете в эту зону, начинается каскадный эффект. Вплоть до микроскопического уровня вашего тела начинается реакция на принятие вами решения. С течением времени она строится, генетические коды работают неправильно, разрушаются двери клеток. Все эти физические процессы в вашем теле идут неправильно, и в итоге это проявляется в уязвимости к болезням, и вы заболеваете в конечном итоге. Вот что происходит. Это происходит на микроскопическом уровне вашего тела. Однажды было проведено невероятное исследование. Оно показало, что люди защищены поклонением. Непривычно, что когда ученые говорят, что люди защищены поклонением, они защищены от тревожности, депрессии и волнения. Научно было обнаружено, что чем больше люди поклоняются своему Богу, тем больше развивают свои отношения. Но я не говорю о каком-то Боге. Я говорю о едином Боге. Первое исследование говорило о том, что мозг становится толще в тех частях, которые должны становиться толще, чтобы защитить вас от депрессии, тревожности и волнения. Чем больше вы поклоняетесь, тем больше защищаете себя от неприятностей, которые приносят жизнь, таких как депрессия, тревожность и подобные вещи. Это заслуживает того, чтобы воздать огненную славу Богу. Дорогая доктор Лив, Ваши послания так вдохновляют и так соответствуют Слову Божьему. Меня ободряет, когда наука подтверждает то, что Иисус говорил нам тысячу лет назад через Своё Слово. Мне приходит на ум стих Писания из притч, каковы мысли в душе человека таков и он. Я определенно собираюсь прочитать больше вашей информации, чтобы понять, как враг преподносит эти мысли. Марк Бог создал всё, а наука описывает всё. Когда мы используем науку, чтобы понять то, что создал Бог, мы тем самым признаём Бога. Он такой умный. Если посмотреть на то, что Он создал и как это работает, это феноменально. Невозможно не признать и не поклоняться Богу. Всё больше и больше, когда вы смотрите на Его творение через науку. Всё вокруг нас, и звуки, и шум — это стимуляция, это множество сигналов, которые попадают в наш мозг через ваши пять органов чувств. В мозге они преображаются из звуковых, и световых волн, из этих удивительных сигналов, которые мы можем описать множеством способов на квантовом уровне и электромагнитном уровне. Это реальные, сотворённые Богом вещи. Физические вещи — это реальность. У нас есть физическое тело, которое живёт в физической среде. Попадая в ваш мозг, эти сигналы превращаются в невероятные импульсы, которые путешествуют по вашему мозгу, активируя разные структуры, сотни структур, разговор о которых займёт всю ночь. Внутри вашего мозга есть внутренние структуры, они называются сети режима по умолчанию. Все эти сотни структур внутри мозга работают очень слаженно, подобно оркестру. Так вот, в этом оркестре есть и ответственный, подобный дирижёру оркестра. Каждые семь секунд, пока вы проживаете свой день, пока вы в сознании, вы включаете этот режим по умолчанию, буквально отключаетесь от внешнего и переключаетесь на внутреннее. В этот момент вы обрабатываете то, что только что приняли. Ещё одно исследование показало, что у тех людей, которые размышляют правильно, активность мозга возрастает, и вы становитесь более умными. Когда вы в состоянии мира и покоя, вы мыслите с мудростью и с ясностью. И есть христиане, которые размышляют над Божьим Словом, молятся и просят Бога показать им, что делать, как ответить, как отреагировать. Другими словами, эти христиане живут по Слову. Доверяй Богу всем своим сердцем и не полагайся на разум свой. Во всех своих путях познавай Бога, и Он направит твои пути каждый день. Исследование показало, что когда христиане делают это, их мозг достигает наивысшего интеллектуального состояния. Бог создал ваш мозг подчиняться вашему разуму. И когда вы делаете то, что Бог говорит вам делать, вы избираете жизнь. В вашем мозге возрастает жизнь. В вашем мозге растут правильные вещи. Улучшается здоровье вашего мозга. Иммунная система работает лучше. Сердечно-сосудистая система работает лучше. И ваше здоровье улучшается. Какая из этих линий принадлежит большему кругу? Верхняя, средняя или нижняя? Посмотрите внимательно. Мы скоро вернемся с ответом. Проживая свою жизнь, вы открыты для великого множества сигналов, которые поступают в мозг через пять ваших чувств. Эти пять чувств связывают внешний мир и внутренний мир вашего разума. В ваш мозг поступает множество сигналов, но они остаются в центральной части мозга и активируют определенные внутренние сигналы. Четыре-пять внутренних сигналов будут активированы, чтобы помочь связать внутреннее и внешнее. У вас есть входящая информация и уже существующие воспоминания. А это внутренние сигналы. Четыре или пять из них переходят в сознание. Когда вы выходите за рамки себя и наблюдаете за входящей информацией, все сигналы смешиваются, и вы используете эту смесь, чтобы мыслить и выбирать. Вы можете дисциплинировать себя, чтобы осознавать, что вы принимаете, что приходит извне и что за мысли активируются. Это дисциплина. Иногда нужен 21 день, чтобы привести разум к дисциплине, потому что мы живем в мире, который болен лихорадкой спешки, социальной медиа, твиттерами и еще сотней сетей. Все быстро, быстро, быстро. У нас появляется плохая привычка делать слишком много. Нам нужно дисциплинировать себя, чтобы замедлить ход и наблюдать за своими мыслями. Мы все сталкиваемся с выбором. Квантовая физика смотрит на него, как на возможности. Но все это только возможности, они еще не осуществились. У них еще нет материи. Возможность — это всего лишь то, что может произойти. Вы лишь наблюдатель, вне этой системы. Вы смотрите на все эти возможности и делаете выбор. Пока вы думаете об этих возможностях, находясь здесь со мной, пока вы обдумываете их, вы делаете выбор. Вы превращаете возможность в реальность. Став действительностью, этот выбор становится физической структурой внутри вашего мозга. Вы действуете, исходя из этой физической структуры внутри вашего мозга. Вы превращаете возможность в действительность. Вот что происходит. Вы превращаете возможность в действительность. Мне нужна помощь. Я не могу сосредоточиться. Иногда мы живем со множеством мыслей в голове. Некоторые говорят мне, «У меня в голове столько мыслей, я не могу сосредоточиться, не могу выбирать в своей голове правильные мысли. Там беспорядок и хаос. Изначально мы созданы, чтобы пленять свои мысли в послушании Иисусу Христу». Так говорит Писание. Мы слышим такое утверждение. «Пленяйте свои мысли». Это инструкция, это действие разума. Когда вы решаете пленять свои мысли, вы действуете с разумом. Это обдумывание. Это выбор, который вы делаете и который вы должны делать. Наука лишь подтверждает Божье Слово. Вы должны пленять свои мысли и избирать их. Если вы посмотрите на структуру своего мозга, часть мозга от макушки до середины бровей называется передней частью мозга. Эта часть мозга очень активна, когда вы в сознании. Она позволяет нам выйти за рамки себя, как будто вы камера, которая наблюдает за людьми. Представьте, что вы с камерой находитесь в аудитории, где сидят тысячи людей. Эта камера может скользить по рядам людей, и точно так же вы можете скользить по мыслям в своей голове. Затем вы можете приблизить одного человека, и он появится на вашем экране. Также вы можете сфокусироваться на конкретной мысли. У нас есть такая способность вглядываться и отстраняться от какой-либо мысли. Я называю это преимущество множественной личности. Мы можем выйти за рамки себя и наблюдать. С этой частью моей жизни все в порядке. А эта часть — большое черное пятно, токсичная мысль, большое черное дерево, большая негативная вещь, и над ней мне нужно поработать. Всегда есть искушение пойти к другим людям, найти тренера, наставника, найти людей, которые будут бороться и решать ваши проблемы за вас. Но лишь Дух Святой наставит нас на святую истину. Дух Святой знает, где и что нужно исправить. Когда вы с молитвой подходите к вопросу пленения своих мыслей, Дух Святой возьмет вместе с вами камеру и покажет, вот что тебе нужно исправить, вот в чем проблема. Тогда вы переносите эту мысль. Почему мы так ленивы в своем разуме? Почему бездумно реагируем на события жизни и они нас контролируют? Это не то, что мы должны делать. Настало время, чтобы церковь встала и позволила Богу вести нас, чтобы мы фокусировали свое внимание на правильном направлении. Только тогда что-то начнет меняться. Вот когда вы увидите изменения, фокусируйтесь на Божьих словах. Да, давайте фокусироваться на послании слова, потому что Писание большей частью говорит о слове, но оно также говорит о жизни, поэтому направьте свое внимание на Писание, и пусть Дух Святой направит ваше внимание на то, чтобы вы осмысленно проводили свои дни. Настройтесь, чтобы слышать Его голос в Писании. Настройте свой слух, чтобы слышать Его голос на протяжении дня. Фокусируйтесь на Его послании в Писании. Фокусируйтесь на Его послании в том, как Он хочет, чтобы вы проводили свои дни. Концентрируйтесь на Писании, на том, что хочет от вас Дух Святой. Осознавайте свои мысли и находите время понимать и обдумывать их. Передняя часть мозга была создана Богом таким образом, чтобы вы могли отстраниться и понаблюдать за своими мыслями. Дисциплинируйте себя, чтобы контролировать себя, чтобы саморегулироваться. Главной чертой людей с психическими расстройствами является недостаток саморегуляции, недостаток саморефлексии и избыток размышлений, то есть бесконечного обдумывания негативных вещей и концентрации своего внимания не в том направлении. Размышляйте о Божьих вещах, а не о вещах врага, потому что вы только так измените функционирование вашего мозга. То, где вы есть сегодня в своем разуме, определить то, где вы будете завтра. Только благодаря разуму вы растете духовно. Благодаря ему вы берете здоровье под контроль и решаете проблемы, потому что наука показывает, мысли реальны. Это так научно и так по Писанию. Жизнь трудна, жизнь непроста, но то, как вы справляетесь с жизнью, покажет, как вы ее проживете. У нас есть способность сказать, да, жизнь трудна, но я все равно могу улыбаться, несмотря на болезнь, улыбаться, несмотря на испытания, обращаться к Богу с проблемой моего ребенка, обращаться к Богу с проблемой моих финансов. Я могу открыться для людей и спросить, что я могу сделать для вас, несмотря на обстоятельства. Вот тогда Бог творит чудеса. Когда мы благодарим, Он слышит. Тренировка для мозга. Итак, что вы решили? Можете сказать, какая из этих линий принадлежит большему кругу? Я дам вам еще время. Итак, время вышло. Линия от большего круга не одна из них. Все круги одного и того же размера. Пару месяцев назад в Фейсбуке мне написал мужчина, которому 78 или около того. Он написал, «Доктор Лив, всю свою жизнь я был противнейшим, ужаснейшим человеком. Я ухватился за истину и начал менять свой мозг сейчас. В 78 лет я изменил свою жизнь, свою семью и, наконец, обрел свободу». Ваш разум — это сфера души. Ваш разум связан с интеллектом, волей и эмоциями. Физически мы не видим ни интеллект, ни волю, ни эмоции, но мы можем видеть результат. Это то, что люди говорят и делают, потому что прежде всего рождается мысль, и это корень, который находится в подсознании. Затем она переходит в сознание, и вы понимаете, что ж, отреагирую, вот так и скажу от это. Вы начинаете осознавать вещи, а затем говорите или делаете то или это. Разум невидим, и он исходит из невидимого. Евреям 11.1 говорит, что вера — это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Осуществление означает какую-то материю. Уверенность — тоже материя. Когда вы вкладываете свою веру в вопрос финансов, исцеления или налаживания сложных взаимоотношений, это мысли, которые вы выращиваете как материю в своем разуме, и вырастив их, вы будете действовать, исходя из них. Хотите улучшить взаимоотношения? Приведите разум в порядок. Пусть ваш разум сфокусируется на Боге и строит мысли правильно. Тренируйте разум, чтобы он был связан с Богом. Это означает слышать интуицию Духа, слышать Духа Святого, который говорит, «Каролайн, нужно сделать вот это и это». Это значит прийти к Богу и спросить, «Бог, что мне мешает?» и слушать Его. На днях я проповедовала и рядом служила девушка, которую изнасиловали сто мужчин за один день. Как это возможно? Это же четыре мужчины в час, если посчитать. Но эта девушка стояла напротив меня. Это молодая, красивая девушка, полностью восстановленная и полностью исцеленная, служащая Богу, ни странные, ни разрушенные, невероятное человеческое создание. Она преодолела самое ужасное событие в своей жизни. Дорогая доктор Лив, я с таким облегчением услышала ваше учение. Годами я боролась со множеством проблем, зная, что в Библии есть ответ, поскольку помнила очень много стихов, которыми вы делитесь. Я просто не могла собрать все воедино. Я провела очень много времени в других книгах и альтернативных методах исцеления, и все равно не могла ничего понять. Мы с мужем несли пастырское служение, 15 лет. Мы оба были на грани срыва. Мое здоровье особенно подкосилось из-за множества проблем и сражений. Я выходила на сцену, часто ощущая злость на Бога. Я молилась, каялась, молилась, читала, каялась и так далее. Я чувствовала, что никуда не двигаюсь. Иногда появлялись проблески надежды, но затем я вновь сдавалась. Как я теперь знаю, для перемен нужен 21 день. Сейчас я прохожу этот процесс с 21 дня и уже чувствую большую надежду, облегчение и радость. Спасибо вам большое. Пусть Бог благословит вас. Кэти. Мы находимся в Иерусалиме в политическом вулкане. Многие люди в Иерусалиме чувствуют себя жертвами политической ситуации. Многие из нас чувствуют себя жертвами, самих себя, жертвами своей биологии. Но ваше ДНК не контролирует вас. Вы контролируете свою ДНК. Вы не в силах контролировать события, обстоятельства своей жизни, но вы можете контролировать свою реакцию на события и на обстоятельства. Вы не жертва политической ситуации. Также вы не жертва своей биологии. Вы имеете полную власть над теми решениями, которые вы принимаете, которые влияют на здоровье вашего духа, души и тела. Бог сотворил ваш мозг таким образом, что вы способны выйти за рамки себя, понаблюдать за своими мыслями и настраивать свой мозг на позитив. Вы не жертва. Вы можете перенастроить, поменять, все одним решением измениться. Оно генерирует огромную электромагнитную волну в вашем мозге, которая перенастраивает ваш мозг. Помните, вы не жертва обстоятельств. Вы не жертва своей биологии. Обычный человек обдумывает 30 тысяч мыслей в день. Вы готовы взять их под контроль и включить свой мозг? Меняющие жизнь книги доктора Лив покажут вам пятиступенчатый процесс преображения вашего ума и изменения вашего мозга. Если вы хотите очищать разум по ходу жизни, у доктора Лив есть для вас план. 21 день детоксикации мозга это онлайн программа, которая поможет вам включить свой мозг за 7-10 минут в день. Узнайте о том, как заменить токсичные мысли мыслями здоровыми. Контролируйте негативное давление и плохие привычки. Держите под контролем волнение и напряжение. Преодолейте депрессию. Просто станьте здоровее. Посмотрите, как 10 минут здорового мышления в день сделает вас счастливее. Мы контролируем наш мозг, а не мозг контролирует нас. Заходите на докторлив.ком Мы говорили о том, что созданы так, чтобы выйти за рамки своего «я», наблюдать за своими мыслями и пленять их. Я приводила аналогию с камерой, которая приближает мысль. Я хочу, чтобы вы попробовали делать так на этой неделе. Каждый день старайтесь абстрагироваться, наблюдать за своими мыслями и пленять эти мысли в послушание Иисусу Христу. Я хочу, чтобы вы научились пленять свои мысли. Молитесь о них, спрашивайте Бога, что с ними делать. Бог направит вас, потому что Он знает все. Он рядом. Он хочет, чтобы мы выбрали пленять свои мысли и просили Бога показать нам, какие именно. Это важно. Не делайте это время от времени. Дисциплинируйте себя, наблюдайте за своими мыслями и просить Бога показать, над какими нужно поработать. Давайте помолимся, Господь, я молюсь, чтобы ты показал нам, как невероятно, прекрасно мы сотворены, как мы способны абстрагироваться и практически объективно наблюдать за своими мыслями. Господь, помоги нам делать это, дисциплинировать себя в работе над своими мыслями. Помоги нам отступить в сторону и просить тебя быть рядом. Помоги представить, что ты стоишь за нами с камерой. Мы не в одиночестве, потому что это страшно. Ты рядом за нами. Обнимаешь нас, направляешь камеру и показываешь, на чем нужно сфокусироваться. Ты показываешь, что есть хорошего, чтобы нам сфокусироваться не только на негативе, но и на хороших вещах, на всех тех чудесных вещах, которые ты сотворил внутри нас. Благодарю тебя, что ты дал нам эту замечательную способность. Аминь. Спасибо, что были со мной. Я доктор Кэролайн Лив. На этой неделе я вдохновляю вас включить свой мозг. Субтитры сделал DimaTorzok